приветствую всех на моем канале петельки из амстердама все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц сегодня я хочу вам показать еще один красивый ажурный узор такой как бы ажурная сеточка которых очень хорошо подойдет для вязания летних изделий так как у нас впереди лето значит этим узором можно связать или ажурную кофточку или можно связать какой-нибудь топ такой вот из хлопка также можно сделать скажем кофточку только рукава такие связать тело сделать по-другому вот я попробую разные варианты вот посмотрите вот этот узор очень легко хорошо переходит на резинку 2 на 2 так здесь очень красиво сочетается петли и они удобно переходят резинку на 2 на 2 вот например скажи может связать не из кофточки вот такой и перейти на резинку 2 на 2 и рукава связать вот таким узором можно я еще попробовал вот такой вариант вот на розовом посмотрите можно тоже скажем вязать не связать такой потом перейти на резинку 2 на 2 а посередине оставить полоску и продолжать вот как бы впереди на полочке вот такую еще полоску продолжить решеточкой в общем вариантов новый смотрится он очень красиво этот узор вяжется он несложно и сейчас мы с вами вместе научимся как он вяжется я вам все расскажу и покажу да вы посмотрите еще раз какая красота получается вот этот узор да в любом цвете он смотрится очень красиво взяла этот узор из книжки 250 280 японских ажуров здесь это рисунок номер здесь он представлен в таком фиолетовом цвете видите как красиво тоже смотрится поэтому вариантов много мы сейчас с вами разберем как он вяжется раппорт этого рисунка раппорт этого рисунка 4 петли и 8 рядов и вязать его можно как по кругу так и поворотным вязанием сейчас я вам покажу как дело как вяжется при поворотном вязании по кругу на схеме будет видно вы сами разберетесь значит так как раппорт у нас я сказала 4 петли вот здесь я набрала 25 лет у меня на 5 раппортов для начала вы набираете количество петель равное 4 и 2 кромочные петельки и вяжутся в начале этого рисунка два установочных ряда первым вяжется просто лицевыми вот я уже провязала лицевой и обратный ряд он вяжется значит ног с изнаночной стороны вот по схеме если вот вы берете раппорт узоров вот это первый ряд мы связали то есть вот этот нулевой ряд как бы я связала все лицевыми а со второй стороны он вяжется кромочная и потом идет изнаночная 2 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых и 1 изнаночная так как по краям узора и теперь мы с вами перешли вот к этому первому ряду и сейчас я покажу как это вяжется и покажу каким разновидности да вот смотрите я когда вязала вот этот серый узор ведь у меня как бы наклоны вот этих косичек они все идут в одну сторону а эти они как бы под ними проходят это такой вариант а когда я связала розовый здесь они уже идут как бы ведь перекрещивается как бы это под низ потом наверх под низ наверх под низ наверх вот как решетка настоящие туда поэтому можно вязать и так кому нравится а можно вязать и так два варианта поэтому сейчас расскажу какая разница значит первый ряд вот мы подошли к первому ряду смотрим на схему первый ряд значит я беру вязание идет кромочная потом лицевая и 2 изнаночных и подходим перекрещиваем петель от первого перекрещения вот я старалась вот это как бы влево она пожирнее меня а нижняя полосочка на как бы под низ идет видно значит мы должны вот эту первую петельку она пойдет наверх автора лицевая пойдет вниз и чтобы это связать вот я делаю как начала ввожу спицу сзади во вторую петельку во вторую вот она во вторую я ее провязываю лицевой а потом провязываю первую лицевой и вот у меня получается такой сейчас пока не очень видно перекрещивание вот это первая петля идет сверху 2 2 дальше мы смотрим идет 2 изнаночные опять то же самое 2 лицевые вот и 2 лицевые сначала ввожу во вторую как бы сзади вот я ее провязываю а потом первую провязываю первую провязывали цены там опять 2 изнаночные теперь опять то же самое сзади ввожу во вторую и и провязываю и потом первую 2 изнаночных из двух лицевых во вторую ввожу спицу в сзади протягиваю и провязываю сначала ее лицевой и потом первую лицевой там опять 2 изнаночные и заканчивается у нас ряд смотрим 1 лицевая 1 лицевая и кромочная это мы связали с вами первый ряд 2 ряд 2 ряд вяжется по рисунку значит это при поворотном вязание вот мы смотрим нас изнаночная 2 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых еще второй ряд вяжется так как у нас петли смотрится до изнаночная изнаночная 2 лицевые изнаночная изнаночная 2 лицевые и последние 1 изнаночная и кромочная это мы с вами провязали второй ряд и разворачиваемся смотрите уже как бы рисунок получается теперь у нас третий ряд вот у нас третий ряд так проще нужно быть третий ряд значит что мы делаем в третьем ряду так кромочная потом я смотрю ведь вот у меня идет после кромочной 1 лицевая не осмините третий ряд вот этот кружочек это у нас накид я делаю накид потом надо связать вот это значок две петли вместе с наклоном влево так как я вижу классика значит при наклоне влево мне надо поменять первую петельку поменять ее стенку я и вот так перевешиваю за другую стенку и провязываю 2 вместе при наклоне вправо мне не надо менять стенку я провожу просто 2 вместе так вот этому здесь провязали потом нас идет опять накид 2 накида вместе это значит мы делаем 1 накид и 2 накид там опять у нас идет две петли вместе с наклоном влево я меняю себя стеночку и провязываю 2 вместе при наклоне при провязанной петли вправо вместе имеет менять ничего не надо для тех кто вяжет бабушкиным способом вы делаете наоборот при наклоне влево вы стенку не меняете а при наклоне вправо в стеночку поменяется туда бы петельки лучше ложится 5 мы делаем 2 накида 2 вместе с наклоном влево 2 вместе с наклоном вправо 2 накида 2 вместе с наклоном вправо 2 накида опять 2 вместе с наклоном влево 2 вместе с наклоном вправо накид и вот ряд у нас заканчивается и кромочная не кромочная так это мы связали с вами третий ряд 4 ряд 4 ряд немножко по-другому не так как 2 значит так как у нас были здесь накиды что мы делаем мы снимаем кромочную и мы смотрим начале ряда у нас три изнаночные накид изнаночной 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 и 2 изнаночной изнаночной и там где мы подошли к двойному накиду первый накид первую половину провязываем лицевой аккуратно чтобы не соскочил 2 и потом у нас идет опять 3 изнаночная опять у нас двойной накид первую половинку мы провязываем лицевой аккуратненько снимаем только что первая половинка сошла и вторую половинку провязываем изнаночной и еще 2 изнаночных дальше опять у нас первая половинка накида лицевая мы снимаем и потом 3 изнаночных первая половинка лицевая и 3 изнаночных 5 лицевая так как это один накид всего и кромочная мы связали с вами четвертый ряд теперь пятый ряд вот в данном случае вот смотрите здесь по начинается изменение если вы хотите чтобы вас решетка вот шла таким переплетом тогда в пятом ряду вот этот крест вытер будете менять в другую сторону если мы здесь делали перекрещивались правая петелька шла налево а левая вниз то здесь будет наоборот правая пойдет вниз левая петелька пойдет влево поэтому вы выберите сами какой вариант нравится я сейчас вижу вот эти варианты да покажу в разные стороны дам еще значит этот пятый ряд у нас будет и мы сейчас его свяжем чтобы у нас было к настоящий решетка значит мы берем кромочную снимаем и потом я смотрю на что нас вот это вот они кромочные сняла и изнаночная должна сначала связать по рисунку вот она мне изнаночная теперь мы подошли к этим нашим двое двум петелькам которые мы должны перекрестить и вот мы смотрим видите вот я сказал что вот вторая вот эта петля она у нас пойдет наверх значит я ее сначала так подхватывая отсюда сначала ее провяжу потом провяжу вот эту петельку и вот у нас тогда получится перекрест наоборот там опять у нас две изнаночные опять мы сначала берем вторую петельку вот я ее подхватывая и и провязывая и потом первую провязываю опять 2 изнаночные опять из этих двух второе я сначала беру сверху и и провязываю потом правую опять 2 изнаночные это вторую петельку я беру провязываю потом первую опять 2 изнаночные и последний перекресток опять то сначала вторую там первую и последние петли изнаночная и кромочная это мы с вами связали пятый ряд теперь шестой ряд вяжется опять так как у нас все петельки смотрится да значит кромочная то мы смотрим нас лицевая 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые подходом концу ряда 5 изнаночные 2 лицевые последняя петелька лицевая и кромочная это мы с вами связали шестой ряд вот видите уже видно что здесь сначала она пошла наверх в следующем перекрещено идет вниз вот это и тогда у нас такая решеточка получается теперь у нас идет дальше 7 ряд 7 ряд кромочная и сразу мы берем две петли перекрещиваем вправо сейчас мне не надо менять стеночку потом делаю два накида и при перекрещивании влево я меняю стенку первой петли вижу их вместе опять 2 вместе с наклоном вправо двойной накид 2 вместе с наклоном влево 2 вместе с наклоном вправо двойной накид 2 вместе с наклоном вправо двойной накид 5 вместе с наклоном влево 2 вместе с наклоном вправо двойной накид и последние 2 вместе с наклоном влево вот у нас ряд закончился да и мы вяжем кромочную и последний ряд 8 это последний ряд в рапорте рисунка значит мы смотрим так первое у нас изнаночная потом как я говорил первая часть накида вяжется лицевой аккуратненько вы снимаете и вяжите 3 изнаночные используя вторую часть накида 3 изнаночные опять двойной накид первая половинка лицевой аккуратненько снимаете и вяжите 3 изнаночных 1 половинка лицевая и потом 3 изнаночных лицевая 3 изнаночных лицевая и в конце у нас с вами только 2 изнаночных потому что с не полностью рапорт и кромочная вот и все вот этот весь рисунок мы связали с вами весь рапорт высоту и меня получилось 5 рапортов по ширине значит вот посмотреть эта схема для поворотного вязания обозначение вы уже поняли да вы ее переснимите для кругового вязания вот это верхняя схема здесь просто отличаются по резанию четные ряды 2 4 6 и 8 а так принципе ничего сложно вот этот рисунок я хотела вам сегодня показать я считаю что он очень хороший актуальный сейчас для летнего сезона вы что-нибудь придумаете что можно с ним сделать еще раз вам показали эти как красиво смотрится или вот так или вот можно связать еще раз повторяюсь потом сразу перейти на резиночку 2 на 2 или наоборот связать села резинку потом перейти на рисунок вариантов много так что пожалуйста если вам понравился этот узор я буду очень рада если вы сможете воспользоваться моим мастер-классом для вязания своих красивых летних ажурных изделий а на сегодня все пока пока с вами была Светлана до новых встреч